Покажите, пожалуйста, ваши документы на продукцию, вашу медицинскую справку. Сертификаты и справка о состоянии здоровья – это первое, что просит показать продавцов врач-гигиенист Ольга Парамонова. Сегодня у неё очередная проверка торговых объектов, реализующих мясо. Продукты, которые являются важной составляющей рациона бобручан, находятся у специалистов на особом контроле. Задача мониторинга – предотвращение нарушений условий хранения товара. Ведь малейшая погрешность в этом деле может навредить здоровью горожан. Данная продукция требует определенных условий хранения, то есть они должны храниться в условиях охлаждения. Как показывают наши проверки, очень часто данная продукция реализуется без холодильного оборудования. На торговых объектах мы видим, что она может даже находиться на холодильниках, что категорически запрещено, так как сейчас установилась жаркая погода. В первом павильоне мы выявили неисправный градусник в холодильнике, а это нарушение температурного режима и, соответственно, условий хранения. Кроме этого, поверхность охлаждающего устройства оказалась дефектами. Ольга Парамонова пояснила – это тоже не по инструкции, так как затрудняет мытьё и дезинфекцию оборудования. В других торговых объектах мясо находилось за прилавком, в ванночке на полу. Продавцы пояснили – товар только привезли, не успели переложить в холодильник. Обязательно наличие весов. Если реализуется сырая и готовая продукция, то должны быть отдельные весы. Отдельно для сырой, отдельно для готовой продукции. Выкладка неупакованной продукции осуществляется только с использованием торговых лотков подносов. На дно холодильной витрины ни в коем случае не должны продавцы ложить эту продукцию. К счастью, грубых нарушений в реализации продукции в августе не выявлено. Всем объектам выданы пока что рекомендации. Специалисты настоятельно предписывают продавцам соблюдать все правила хранения товара, чтобы избежать штрафов.